Увеличение продолжительности здоровой жизни и снижение смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год. Эти и многие другие меры по здоровью и сбережению будут реализованы в Ненинском округе в рамках национального проекта здравоохранения. Первый этап программы и ожидаемые результаты рассчитаны до 2024 года. О том, что конкретно будет сделано в регионе в этом направлении, доложил главе округа руководитель профильного департамента Сергей Сверидов. Ненинский округ участвует в шести федеральных проектах в сфере здравоохранения. Благодаря реализации нацпроекта развития первичной медико-санитарной помощи в 2020 году в регионе будет построено и сдано в эксплуатацию девять фельдшерских здравпунктов. Они заменят аварийные. В трех поликлиниках региона внедрена новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Для достижения результата также необходимо своевременное оснащение пристройки к окружной больнице и инфекционного корпуса. Пристройки уже проектно-смертная документация имеется. Документы, если необходимые, были поданы в рамках дорожной карты Минздрав. Сейчас находится Министерство экономического развития. Но хотелось бы отметить, что без решения этого вопроса в полном объеме реализовать у нас проект не представляется возможно. Соответственно, для нас это очень важный вопрос. И с федерального бюджета по проекту в рамках разделения софинансирования около 760 миллионов рублей. И готовится проектно-смертная документация в настоящий момент на строительство инфекционного корпуса. В Ниндской окружной больнице открывается первичное сосудистое отделение. На его оснащение предусмотрено почти 9 миллионов рублей федеральных средств. Эта мера позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения на 25% за весь период реализации первого этапа проекта. По результатам деятельности за первый квартал 2019 года смертность от болезней системы кровообращения составила более 438 случаев на 100 тысяч населения. Из них смертность от инфаркта миокарда 54,8, от острого нарушения мозгового кровообращения 45,6 на 100 тысяч населения. Особое внимание в рамках нацпроекта будет обращено и на борьбу с онкологическими заболеваниями, своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрений у пациента онкологического заболевания обеспечит создание Центра амбулаторной онкологической помощи. Предусматривается дневной стационар для повышения доступности методов противопоколи, лекарственной терапии, химиотерапии. То есть мы в данном центре, на сегодняшний день у нас один онколог, с созданием центра будет три онколога, два будут вести амбулаторный прием, а третий будет заниматься непосредственно химиотерапией, что у нас сегодня, к сожалению, конечно, нет. И мы проработали вопрос, у Минздрава была отмечена низкая стоимость лекарств, которые назначаются по химиотерапии. Это было решение онкодиспансера Хангельской области. Мы непосредственно с министром и руководителем онкодиспансера отработали и решили этот вопрос по существу, чтобы назначались соответствующие химиотерапии, которая будет более действенным результатом, чтобы они на средствах не экономили. Проект призван бороться и с младенческой смертностью, и детскими заболеваниями. В этих целях планируется повысить долю посещений детьми медицинских организаций с профилактической целью. Также планируется дооснастить детское отделение окружной больницы современным медицинским оборудованием, провести текущие капитальные ремонты. Наряду с этими мероприятиями будет решаться проблема ликвидации кадрового дефицита в медицинской среде, повышение квалификации врачей, реализация мер адресной социальной поддержки медработников и обучающихся в медицинских образовательных организациях.